Привет, с вами Велсаком. Google больше не любит Android. И это даже не кликбейт, чтобы заманить вас в этот ролик тайтлом, а дальше налить воды, как вы любите. Этим мы, конечно, тоже займемся, но если вот серьезно подумать. Недавно была Google I.O. 2018. Всем мы ее с вами смотрели так или иначе. Google презентовывала новые продукты, разработки и о чем там рассказывали. Искусственный интеллект, который везде. Нейросети, которые стали злее. Ассистент, который тоже везде и тоже стал круче. Конечно же, Android и дальше самоуправляемые автомобили и много чего еще. И вот это я даже не преувеличиваю. И именно примерно в таком порядке все это и происходило. Android это лишь одна из историй на презентации. На ней нет фокуса. Это не самое важное вообще. Все вроде как бы ждали, потому что интересно, что же там покажут в DP2. В итоге выпустили вообще бету. И если вы счастливый обладатель вот этих смартфонов, а это новость. Потому что теперь не только на Pixel, но еще и на Nokia, на Xiaomi, на Sony Xperia XZ2. Можно поставить себе Android P Beta и это круто. Я вот на свой старенький Pixel XL поставил, потыкал. И у меня тоже есть пара мыслей. Ну а сегодня мы поговорим о том, что Android как-то уходит на второй план для Google. И как с этим жить? Поехали. Помните, как было раньше? Дичайшая фрагментация Android. Это можно отнести и к диагоналям экрана, например. И это сейчас остается. Но здесь даже iOS не устоял. И Apple тоже нашлепала огромное количество всевозможных форматов. Но в большей степени речь идет именно об операционной системе. Знаете, какой самый популярный релиз? Конечно же, Нуга, вышедшая в 2016 году. Oreo сейчас тоже нагоняет, но ему еще далеко до лидирующих позиций. А знаете, какая система занимает четверть всех Android-устройств? Лолипоп из 2014 года. Вы скажете, ну и хрен бы с ним. 2014 год, там есть всякие оболочки. А на самом деле это не совсем так. Потому что здесь и безопасность, здесь и API всякие и так далее, и так далее. То есть это действительно большое количество устройств. Android сегодня лидирующая система. Миллиарды девайсов работают на этой операционке. И, конечно, iOS в этом вопросе не может тягаться с Android. Но сам факт, то есть как бы все достаточно сложно. Но это родовая проблема Android. И я ее здесь привел постольку поскольку. Основная мысль в другом. Зачем нужен Android Google? Как вы думаете? Сама операционная система с определенными условиями распространяется бесплатно. И зарабатывает компания на сервисах. Таких как карты или, например, тот же магазин приложений. Но вообще это рекламная платформа. Google продает всю жизнь рекламу. И Android это, с одной стороны, конкурент, конечно же, iOS. И чтобы Apple не расслаблялась. А с другой это просто возможность продавать рекламу. Что, конечно же, неплохо. Я так просто пытаюсь донести мысль, чтобы мы не забывали, а откуда ноги растут. Android для Google это один из бизнесов. Он всегда таким был. Но просто когда-то он был прям любимым. Ему уделяли особое внимание. Он развивался, активно рос и так далее. Сегодня, ну, все окей. Рынок захвачен. В принципе, продолжаем делать то, что делаем. И ситуация не изменится. Потому что Apple со своей iOS точно никогда не будет доминировать. Ну и Microsoft съехал с этой темы. И стало как-то немножко грустно. При этом искусственный интеллект или ассистент, опять же, достаточно серьезно интегрированы в Android. Используется в этой системе. И я хочу поговорить о смещении акцентов. Если раньше, в большей степени, все такие. У нас появились папки. Мы перерисовали материал дизайн. Ура! У нас тут кнопочка и так далее. Сегодня этому, конечно же, тоже уделяется внимание. Здесь стало понаряднее, здесь стало поудобнее. То, ну, все-таки основной теперь вот фокус устремлен на сервисы. Что не отменяет того, что они являются частью операционной системы в данном случае. И вот меня часто спрашивают. Тваля, что выбрать-то? Android, iOS, ты там подскажи вообще, да? Вот давай. И я говорю, ребята, а в современном мире, в принципе, до фонаря. Ну, то есть, реально до фонаря. Хочешь, чтобы у тебя был Android? Пожалуйста. Нравится iOS? Пожалуйста. Умные люди. Берут от жизни максимум и покупают девайс на Android и девайс на iOS. И используют комбинации. Можно смартфон на Android и iPad'ик докинуть. Можно взять так и так. В общем, возможно, комбинации. И вы знаете, какая мысль-то сегодня? Компаниям неинтересно продавать вам операционку. Компаниям даже неинтересно продавать вам смартфоны, если это тот же Google. Да, есть Pixel, да, Pixel 2 и XL, за исключением пары косяков. Отличные смартфоны с лучшей камерой базара 0. Знаете, сколько их продается? Ну, если сравнить с iPhone X. Б**ть, там вообще такие цифры, что никому это неинтересно. То есть, компания Google не зарабатывает на производстве смартфона, на производстве железа в данном случае. Они, в принципе, могли бы эти девайсы раздавать бесплатно там в кампусе. И от этого бы особо ничего не изменилось. Партнеры делают основную кассу. Конечно же, партнеры работают со своими оболочками. Именно это делает их устройства уникальными. Потому что, да, там где-то Xiaomi прискакал, говорит, уху, чистый Android. Да, Nokia такая, уху, Android One полетели. На самом деле, ну, если так серьезно, по сути, только это отличает девайсы друг от друга. Именно оболочки и еще накрученные сверху сервисы. В остальном это плюс-минус один хрен. Именно поэтому от того факта, что в Android теперь можно жестами фигачить, как в iOS, и там теперь изменился, в принципе, алгоритм управления, нам с вами, как потребителям, не холодно, не жарко, потому что такую версию Android увидит подавляющее меньшинство людей. Все остальные, пожалуйста, тебе Samsung Experience, вот тебе всякие эти оболочки, и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, на самом деле, все очень сильно меняется в этом мире. Помните, когда выходил первый iPhone, какие были акценты там? Нам рассказывали про автоответчик, например. Потому что тогда это была, типа, крутая технология. Там был Visual, Voice, Mail, ядрить-колотить. Американцы до сих пор любят автоответчики, но в целом, как бы, всем до фонаря. И многие-многие вещи, которые сегодня воспринимаются как анахронизм. Ты такой, типа, ну, окей. Как было с соцсетями, знаете? Ну, то есть, я когда впервые поставил Instagram, помню, я подумал, что это просто камера, в которой есть прикольные фильтры. Я даже не осознал, что это соцсеть, в которой можно какие-то загружать фотографии, показывать людям и так далее. И в целом изменилось восприятие. Сначала были чатики, потом форумы, потом всякие соцсети в виде фейсбучиков и ВКонтакте. А сегодня мессенджеры, да, пытались заблокировать Telegram. Тысячи людей вышли на площадь за свободу интернета. Вот все изменилось. Внезапная интеграция. Кстати, о социальных сетях. Выкладывал тут фоточку в Instagram, как я посетил парк Заряди впервые. И многие такие, ага, это значит, ты про Заряди. А что у тебя за бутылка в руках? А вот такая у меня была бутылочка большого размера. Это вода Петроглиф. Продается там же. Я решил попробовать, потому что люблю всякое новое, необычное. Живая энергия Алтая. Так и написано. Попробовал. Оказалось, очень вкусная вода. Я сейчас вообще перехожу на модель. Надо больше пить. Надо следить за здоровьем. Это очень важно, кстати. Ну, я такой посмотрел, думаю, блин, вода классная. Я парень нарядный, предприимчивый. Вышел на ребят, говорю, давайте дружить вместе. Вот, собственно, что мы сейчас и сделаем. Вода очень хорошая. Я вам всячески рекомендую, потому что, ну, вот красиво и вкусно. Про то, что нужно пить, я, кстати, не шучу. Есть всякие приложения для iOS, Android. Если что, изучите. Главное начать. Вот я, например, как-то не привык пить воду. А когда начал, понял, что да. А, и уже в какой-то момент начинается хотеться пить. Значит, обмен веществ запустился. Значит, хорошо. Есть, кстати, стаканы всякие умные, куда воду наливаешь, с собой носишь и постоянно пьешь. Они тебе сообщают, сколько тебе надо, на твой вес, на твой организм. Еще пуши шлют. В общем, действительно, крутая штука. Обязательно протестируем. Расскажу на канале. Вода Петроглев, как вы понимаете, бывает в двух форматах. Маленький и большой. Маленький отлично подходит для портативного использования. В машину можно положить. Ну, а большая версия плюс подойдет для дома или офиса. Бутылка красивая, но это, как вы понимаете, форма. Хорошо, когда она такая нарядная, но главное это содержание. Вода действительно вкусная, мягкая, приятная. И это самое главное. Дикая вода. На Алтае не было ни разу, да хоть воды попил. Вода это жизнь, друзья. Российский продукт, который скоро появится в Китае и в Объединенных Арабских Эмиратах. Опять же, приятно, что у нас что-то вот такое наше, исконно русское, идет на экспорт. И буду в Уэе, буду пить петроглев. Если вам вдруг показалось, что это реклама, то для вас есть ссылка в описании. Я поставил на пиксель Android P Beta 1, она же Developer Preview 2. На, например, Xperia XZ2 у нас не вышло, потому что нужно подзаморочиться. Но, тем не менее, такая возможность есть, и это действительно здорово. Но вы знаете, что? В принципе, она очень глючная, косячная. И пока это реально для разработчиков. Я не рекомендую ставить, если вы не являетесь таковым, потому что ловить там пока нечего. Многие прикольные вещи, о которых рассказывали на iOS, здесь не работают в виде того же дашборда. Потому что Google такие, ребята, вы слишком много смотрите YouTube. Вот серьезно. Давайте вы сами себе поставите ограничения. Я такой сижу, что вообще происходит? Об этом мы можем поговорить в отдельном видосе. Если вам это интересно, ставьте лайки. И, конечно же, я запилю с каким-то своим взглядом на то, что нас ждет в ближайшем будущем в мире зеленого робота. Что касается самой презентации, несмотря на то, что она была посвящена серьезным вещам, рассказывали действительно о достижениях компании, куда она движется, я не буду перечислять, что там было анонсировано. Потому что, ну, это не имеет никакого значения. Если что, там ребята с канала «Розетки» делали разбор за 10 минут. Все по полочкам, пожалуйста, зацените. И сможете построить свое мнение, если вы вдруг не в курсе. Я же этот ролик записываю не для того, чтобы вставить рекламную интеграцию, а чтобы поговорить с вами о глобальных вещах. Действительно, я уже много лет, но последние годы два точно, говорю о том, что сегодня все изменилось в мобильном мире. Редкая компания хочет продать вам гаджет и заработать на этом деньги вот в лоб прямо. Вот типа вот столько стоит железка, вот вы ее купили за x денег, вот такая маржа. Потому что практически никто, кроме Apple, денег с мобильного рынка не получают. Есть две компании, которые зарабатывают – Apple и Samsung. Все остальные занимаются хер знает чем. Ну, как бы что-то делают, что-то продают, что-то в ноль, что-то так-сяк. Всем интересно продать вам сервис, подписку, подсадить на свой товар, чтобы вы покупали экосистему, чтобы кроме смартфона вы еще купили вот такую колоночку, а к ней можно купить лампочку. И все это умно вот так вот управлять и так далее. Именно это сегодня является основной моделью практически для всех производителей. И даже если они сами производят плюс-минус один телефон, ну какой-нибудь OnePlus вот сегодня анонсирован, кстати, 6, я думаю, что скоро мы его добудем, обязательно вам про него расскажем. Все равно это целый концерн. Все равно OnePlus – это не только OnePlus, это BBK какой-нибудь, а они уже производят хренову тучу всего. И вот так вот неочевидно все это происходит. Ровно было на бумаге, да, забыли про овраги. Все эти прикольные истории с экосистемами, они работают, ну, у Apple более-менее, у Google в каком-то виде, Samsung пытается, у остальных не очень. Xiaomi, кстати, большие молодцы, но там тоже другой подход. Они лепят свое лого практически везде, как бы, знаете, сертифицировано Xiaomi, как знак качества, и тогда хорошо. И мне думается, что, наверное, это эволюционный путь развития, но не всю жизнь же продавать мобилки, не всю жизнь же обозревать мобилки, распаковывать и так далее. Они перестают быть интересным предметом, ну, вот что прям, Вася, вышел новый iPhone. Все, этого больше нет. Людям, в принципе, до фонаря. Люди поменяли 2-3 iPhone, пройдет еще 5 лет, и следующий будет восприниматься просто как микроволновка. При этом я, конечно же, в своей теории могу быть неправ, но обратите внимание, вот вышла iOS 11.4 Beta 5. Да и как бы хрен с ней, ничего нового, ничего интересного. Та же девелопер превью, бета, я помню, всегда это было прям событие, все хотели посмотреть, как же, что-то пш-пш. Я хотел, я ночами не спал, не то чтобы я сейчас заржался, мне реально неинтересно. Я пытаюсь на своем канале вот через себя транслировать вам мысли, которые у меня в голове, именно в том ключе, в котором они там зарождаются. То есть я понимаю, что мне это перестало быть интересно, а значит, скорее всего, и вам. Я понимаю, что есть гики, которые там знают наизусть все номера билдов, и они сейчас такие, ты че, че? Но обычный человек, нормальный, ему это все стало до фонаря. При этом, конечно же, если говорить вот прямо о приземленных технологиях, они не стоят на месте, и то, что показывала Google, это фантастика. Вообще, в принципе, и Microsoft на билде показал, как вообще можно делать, и куда идут технологии. Там у них облачный кинект, и такой, че? Здесь тебе дуплекс, искусственный интеллект, ассистент, за тебя может позвонить в парикмахерскую. И практически, как человек, лучше, чем человек договориться о том, когда тебя постригут, заказать столик. Он звонит в ресторан и говорит, столик на четверых. Ему отвечают, нет, он на четверых три тока. И он пытается эту тему разрулить, и за тебя все это организует. Офигительная технология. И так далее, и так далее. Даже ТПУ 3.0, ну вот это вот юнит гугловский, это тоже жидкостное охлаждение, в 8 раз производительное, используется для именно нейросетей, машинного обучения, бла-бла-бла-бла-бла. Единственное, что забавно, когда его со сцены анонсировали, ну это вообще, на самом деле, странная фигня, потому что это исключительно ин-хаус разработка Гугла, они его не продают, это просто они яйцами позвенели, типа, зацените, какие у нас они нарядные. Это было очень похоже на эпизод из сериала «Кремниевая долина», где Гэвин Белсон представлял свой бокс-три. Ирония в том, что интернет, который мы используем для поиска кучи вещей, сам долгое время кое-что искал. Вот оно. Поворачиваюсь и делаю жест. Коробка 3. Подписанное издание. Потом возвращаюсь на подиум. Я ставлю на нее свое имя, поскольку лично стою за новым SAS слэш SSD слэш NVM и дисководами 24-х ядерными процами. Я стою за ESSD DR4, SDRM, LR, DIMM и их надежностью. Постоим вместе. Возникает вопрос. Ну, возможно, Google это сейчас самая технологичная компания. Возможно, они прям вот вообще такие классные. Нет. Это, на самом деле, отдельная тема для, может быть, другого видео. Но взять тот же Google Lens, который встроили в карты. Типа, дополненная реальность. Что же получается? Google самая инновационная компания. Одна из точно. И это замечательно. Но знаете, в чем нюанс? Вот эти все ассистенты, интеллекты и дуплексы и так далее не говорят на русском языке. А значит, это все до нас доберется в лучшем случае, еще не скоро. А оно все еще очень тесно завязано на сервисы, потому что это все должно взаимодействовать. И на выходе получается, что технология-то крутая, только не для нас. И ты такой, блин, обидно сейчас было. Многие вещи из того, что показывала Google, типа Lens, это камера, которая может сфоткать что угодно и показать, что одето на человеке, так или иначе реализовано конкурентов. Но вспоминается тот же Bixby у Самсунга. Или Lens в картах, дополненная реальность, можно прямо посмотреть, куда пойти. Это есть уже на аркете в iOS давно. Яндекс карта это поддерживает в том или ином виде. И многие другие вещи, фотографии с PDF-очкой, то есть сразу может документ создаться. Это тоже есть, для этого есть приложеньки и так далее, и так далее. То есть когда ты смотришь, думаешь, Вася, вообще круто. А когда начинаешь анализировать, понимаешь, что настоящих вот прям суровых инноваций практически не показали. А большая часть, она очень сильно зациклена на американском рынке. И на выходе получается, что кроме Android, доброму человеку, порадоваться нечем. А Android перестал быть центром внимания и стал лишь одним из элементов программы. Вот такая вот фигня. Но при этом это нормальная ситуация для всех вообще. И iOS перестала быть чем-то вау для Apple, хотя iPhone это основная дойная корова, которая приносит больше всего бабла. Вот такая вот вам мысль, что называется, подумать, потому что все изменилось. Вот я часто читаю комментарии, что вы пишете, и до сих пор идет война. Google против iOS, да мне кажется, уже вообще неинтересно. То есть это настолько уже неинтересно компаниям, понимаете, воевать на вот этом поле. А вы продолжаете эту тему мусолить. И я тоже иногда срываюсь, ну так чисто фана ради. Но вот мне кажется, что это будет вашим домашним заданием. Подумайте, как изменился мобильный мир за последние, ну давайте лет пять. И куда движется компания в ближайшем будущем? Можете написать в комментариях. Потому что мне еще раз кажется, что ни операционные системы, ни телефоны не являются приоритетом ни для Google, ни для Apple, и даже для Samsung. Пока. А, ну подписывайтесь, ставьте лайк, вот это все, конечно же. Ну и Android API бету. Надо будет с iOS 11 сравнить с позицией фаната Apple. Вот это будет весело. Теперь точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok